Здравствуйте, я всех приветствую. Хочу поблагодарить организаторов Татьяну Львовну и Сергею Львовичу за то, что дали мне возможность выступить перед таким почтенным собранием. Мой доклад будет в контексте нескольких вчерашних докладов и сегодняшних. В нем я разберу, как практический психиатр, я доктор, я работаю в психиатрии, разберу некоторые аспекты современных научных представлений и их связи с буддийскими представлениями. На прошлых конференциях я выступал в качестве путешественника и рассказывал о Непале и Тибете. В этот раз тема конференции позволяет мне поговорить об основной моей деятельности. На протяжении всей истории европейской философской мысли одним из ее важнейших вопросов был вопрос о дихотомии первичности духовной и материальной составляющей в природе человека. Его сформулировал в XVIII веке Римак Декарт, разделивший все сущее на две субстанции – духовную и телесную. Позже спор о взаимодействии тела и психики был сформулирован как психофизиологическая проблема. Психофизиологическая проблема – это спор о соотношении физического и духовного, который сформулировал Римак Декарт. За пять столетий появилось и исчезло множество теорий, подтверждающих ту или иную точку зрения. Пока в XX веке, благодаря значительному развитию естественно-научных представлений, мы не приблизились к более или менее реалистичному представлению о соотношении психического и телесного в человеке. В первую очередь этому способствовали развитие психофизиологии, биохимии мозга, нейроморфологии и генетической психологии. Согласно современной научной картине мира, эти процессы неразделимы. И одно непременным образом проистекает из другого. То есть вся психическая активность человека, включая высшую нервную деятельность, имеет материальную основу. Она обусловлена электрической и биохимической активностью мозга. Имеет конкретную морфологическую основу в виде соответствующих анатомических образований. Вместе с тем психические процессы, такие как сенсорика, память, обработка и анализ информации, также формируют тонкие процессы взаимодействия в мозге и влияют на формирование его морфологической структуры, нейронных связей, которые являются основой нашей уникальной и неповторимой личности. Таким образом, наше тело является целым и неделимым лишь условно, так как психика при видимом единстве является сложным составным комплексом различных физических и химических процессов. Личность и сознание хоть и непрерывные, но непостоянные, они имеют механизмы формирования и склонны изменяться и распадаться под влиянием физических факторов. Нет никакой константной единицы, которую мы могли бы считать собой. Если, разрушив соответствующие области мозга, лишить нас памяти, это будем мы или нет? Если лишить эмоций, воли, интеллекта, даже сострадания, эмпатии и морали, которые также являются высшими функциями, они обусловлены генетическими механизмами и находятся в определенных отделах мозга. Если поэтапно лишать нас всех этих функций, в какой момент я перестанет существовать? Точно так же, как если лишать тело его частей, в какой момент оно перестанет быть телом? То есть вроде бы в начале процесса оно есть, а в конце его нет. В этом смысле наше я подвержено распаду на первоначальные элементы и утрате составных частей, так же, как и физическое тело. Это, кстати, подтверждается патологическими процессами или возрастными дегенеративными изменениями, которые происходят одновременно с таковыми в организме. Но, между прочим, психика и высшая нервная деятельность, они подвержены тренировке. Если человек ими пользуется длительное время, то и регресс наступает позднее. Наше я появляется вместе с телом, развивается и вместе с ним исчезает. Еще одним наглядным примером химической природы высших психических функций является нейромедиаторная регуляция эффективной сферы. Сейчас тревожно-депрессивные расстройства лечат уже даже не психиатры, это успешно делают неврологи, даже терапевты, потому что современная фармакология достигла такого развития, что тонко воздействует на эмоции человека, возможно, посредством медицинских препаратов. Таким образом, к решению психофизиологической проблемы европейская наука приблизилась благодаря научно-техническому прогрессу одновременно с развитием общей естественно-научной картины мира. Между тем, в восточной философии такой вопрос, если и стоял, то был решен 2500 лет назад. Его святейшество определил буддизм как науку о сознании или о его природе. Начав изучать эту тему, я обнаружил, что многие исследователи указывают на различия буддийской и естественно-научных концепций, что, кстати, звучало и в предыдущих докладах. Между тем, на мой взгляд, по основополагающим моментам различий нет. Современная научная парадигма не подтверждает наличие независимого и постоянного «я», духа или души, которые навязаны нам картезианскими представлениями. Точно так же и буддийская философия базируется на представлении о несуществовании независимого индивидуального «я» и о его иллюзорной составной природе. Нет никакой постоянной неизменной сущности, которая может быть рассмотрена отдельно от материи и определена как душа, атман, живо, самость или «я». Будда объяснил сознание следующим образом. Если бы был человек, что сказал бы, я покажу приход, уход, возникновение, исчезновение, рост, увеличение или развитие сознания отдельно от вещества, ощущение восприятия и умственных образований, то он бы говорил о том, что не существует. Согласно феноменологии буддизма, личность базируется на пяти составляющих или пяти группах привязанностей, которые, формируясь поэтапно, и образуют иллюзорное «я», которое представляется невежественному индивидууму, его личностью. Это концепция сканх. Сканхи – это пять составляющих. Понятие о них изложено Буддой Шакимуне в объяснении первой благородной истины. Вот они перечислены по мере их усложнения. Первое – это рупа сканха, сканха форм или совокупность вещества, информация об окружающем, получаемой органами чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. А также, это важно, соответствующие материальные объекты восприятия. То есть и информация об объектах, и сами объекты, они относятся все к рупа сканхи. Светоформы, звуки, тактильные ощущения, вкусы. В этом смысле граница между субъектом и объектом тут стирается. То есть объект, он соответствует своему отражению в сознании. Второе – это ведана сканха, совокупность ощущений, то, как объекты действуют на органы чувств, приятные, неприятные и нейтральные разделяются. Это пока чистое ощущение, без осознания и осмысления. Их яркость, этих ощущений, пропорциональна интенсивности воздействия. Санджнец-ханха – совокупность восприятий, распознавание объектов, сопоставление сигналов от органов чувств и конструирование на их основе образов и концепций о предметах, объектах и явлениях. Самскара-сканха – сканха опыта и впечатлений или сканха умственных образований. Это в нее входит как память об остальных четырех сканхах, так и карма, которая, согласно пятеричной классификации Будды, хранится в Самскара-сканхе. В Самскара-сканхе формируется любая намеренная деятельность, в отличие от предыдущих трех сканх, где намерения отсутствуют. Она собирает воедино все факторы, формирующие личность. Пятое, самое сложное сканха – это Вижняна-сканха. Сканха-познание или совокупность сознания, способность к ощущению, развлечению, распознаванию. В отличие от Санджнец-сканхи это не разовое познавание, а поток, непрерывность опознания, поток оценки, анализа как внешних, так и внутренних объектов и процессов, сопоставление и индивидуальная эмоциональная окраска. Вижняна-сканха завершает формирование личности. Это есть весь комплекс психических процессов, непрерывность, которая является сознанием индивидуума, формирующим его уникальное «я». Цитируя Буду Шахи Муни, «Когда эти пять телесных и умственных совокупностей, которые взаимосвязаны, действуют вместе, как телесно-духовное устройство, у нас появляется представление о «я». Но это лишь ложное представление умственное образование. Вместе с тем, эти пять совокупностей, что мы обычно называем существо, сами являются духа. Кстати, вот к слову об адекватном переводе термина. Обычно духа переводится как «страдание», но на самом деле значение этого термина шире, но за неимением лучшего будем переводить его так. Нет никакого иного существа или «я», стоящего за этими пятью совокупностями, которые испытывают духа. Сравним буддийскую классификацию и современные представления о процессах, формирующих сознание. Для начала следует дать определение сознания. Тут было уже высказано много определений, их существует множество, и понятий сознания много, от самого простого, медицинско-практического, которое определяет сознание как состояние бодрствования, противоположность бессознательного состояния, до сложных философских, метафизических и малообразумительных, по большому счету определений. Я придерживаюсь классического психиатрического определения из словаря психиатрических терминов Виктора Степановича Гуськова. Оно следующее. Сознание – сложная, активная, произвольная и целенаправленная психическая деятельность. Суммарный результат творческой переработки, отраженной реальной действительностью. Сознание характеризуется осознанием побуждающего мотива, действующего стимула и самого психического явления как явления субъективного. Это особенно ценно в этом определении. Виктор Степанович дал его в середине 20 века. Оно прекрасно вписывается в пятеричную концепцию, изложенную ранее. Особенную ценность ему придает определение психического явления как явления субъективного. Сам термин «сознание» в русском языке означает совокупность знаний или их связь, приставка «сов». Сейчас рассмотрим процессы, из которых состоит, согласно современной научной парадигме, сознание по мере их усложнения. Начинается все с сенсорной памяти. Это информация, которая поступает на органы чувств из внешнего мира. А также проприоцептивная информация, которая поступает из конечностей, мышц и так далее, которая говорит нам о положении тела в пространстве. Это чистая, необработанная информация. Ее можно соотнести с рупосканхой. Она почти мимолетна. Сенсорная память длится до половины секунды и либо прекращается, заменяясь новой информацией, либо поступает дальше, становясь основой для более сложных процессов. Следующая, кратковременная память или оперативная. В нее информация поступает из сенсорной, а также по мере необходимости из долговременной памяти. Здесь на их основе формируются образы и объекты, которыми может оперировать сознание для решения интеллектуальных задач, либо для перемещения тела во внешней среде. Длительность хранения информации в кратковременной памяти до 30 секунд. Ее можно соотнести с анджняскандхой и отчасти с анскараскандхой. Следующий процесс, это процесс мышления или процесс ментальных операций. Он непосредственно формирует поток сознания, внутренний наш монолог или диалог, ну кого как. Синтез информации, поступающей из кратковременной и долговременной памяти. Тут формируется алгоритм мышления, определяемый опытом и генетическими предпосылками, то есть способностями. Группировка, структурирование, классификация, сопоставление, анализ, синтез, абстрагирование, конструирование новых объектов и творчество, запоминание ментальных конструкций. Этот процесс сопоставим с аспектами самскараскандхи, не затронутыми в описании кратковременной памяти, а также сведано скандхой, которую Будда поместил в начало своей классификации, но на самом деле эти стрелки можно другим образом расположить, это большого значения не будет. Высший и самый сложный процесс, формирующий сознание, это то, что направляет процесс мышления, процесс взаимодействия ментальных операций с бессознательным, то есть со всем комплексом информации, который находится в долговременной памяти, а также с опытом, инстинктами, склонностями и способностями, с генетической предрасположенностью. Он направляется эмоциями и поэтому не всегда линеен и рационален. Этот процесс отражается в сознании как инсайты, интуиция, различные творческие и прочие озарения при решении задач, на которые не хватает мощностей линейного мыслительного процесса. Собственно, здесь и формируется индивидуальное «я», уникальная личность, с трудом поддающаяся анализу, но при том обладающая иллюзорной цельностью для самой себя. Это заключительный этап формирования личности, соотносимый с Виджиана с Кандхой. Таким образом, современное воззрение на сознание, как на составную конструкцию, поэтапно формирующуюся от простого к сложному и неотделимую от физических процессов, совпадают с буддийской концепцией об иллюзорной природе личности и сознания. Следует заметить, что растворение или редукция элементов сознания происходит в обратном порядке и представления об этих процессах также во многом идентичны, но формат доклада сейчас мне не позволяет углубиться в эту тему. Видимые параллели между буддийской и естественно-научными картинами мира приводят к кажущейся логичной идее о создании теорий, включающих в себя те и другие представления. Все современные психологические теории до недавнего времени так или иначе происходили и происходят из психоаналитической теории Фрейда, которая за 100 с лишним лет в силу естественных причин подустарела и не подтверждается современными научными данными. Это теория личности. Широкое распространение восточной философии, в частности философии буддизма, привели к появлению множества синтетических психологических концепций, использующих буддийскую терминологию и методологию. Сейчас я говорю только об областях, с которыми я соприкасаюсь по своей деятельности. И вот для современной психологии конечно кажется привлекательной свобода, которая присуща буддийскому мировоззрению. Этим она кажется сродни современному мировоззрению или концепции освобождения личности. Вот эмансипационная философия современная, философия выхода за рамки, преодоления внутренних барьеров, комплексов. И сейчас в эту философию и психологию активно пытаются интегрировать методы медитации, припасаны, йоги, так называемой mindfulness, осознанности. Это современная тенденция. В свое время с таким же энтузиазмом воспринимались различные виды индуизма, которые проникали на запад, теории Рериха, Кастанеды, трансперсональная психология, астрология. Но надо следует заметить, что рациональный подход, который привел к успеху западную цивилизацию, он предполагает взять лучшее, перенять полезное, переработать и использовать по собственному усмотрению и собственных целях. В данном случае этот подход не работает по причине фундаментальных различий в цели полагания и различия систем ценностей. Цели психотерапии расположены в практическом, реальном поле, даже если они оперируют абстрактными понятиями самореализации, раскрытия творческого потенциала и выхода за рамки материального. Работа в психотерапии направлена на решение утилитарных задач, повышение адаптации, мотивированности, принятие вызовов и эффективности в их преодолении, соответствие духу времени, стремление к повышению и расширению компетенций, саморазвитие как инструмента к успешности в социуме. Такие устремления противоречат второй благородной истине, которая определяет жажду, страстное желание танха как причину возникновения страдания духа. Это жажда, что производит повторное существование и повторное становление, что сковано со страстной алчностью, а именно жажда чувственных наслаждений, жажда существования и становления и жажда несуществования. В практике семичленной тренировки ума для устранения этой жажды предлагается принимать на себя поражение и отдавать другим победу, что полностью противоречит психологии успеха. В центре любой психологической теории стоит ценность личности я, самость и индивидуальность, которая не отрицается, а напротив подчеркивается и взращивается. О различиях хорошо сказал Чагиа Ланкай Норбу. В психотерапии у эго есть функция и когда эго работает нормально, оно необходимо для жизнедеятельности и благополучия человека. А в дхарме все практики и философия нацелены на растворение эго. Главное препятствие состоянию созерцания и просветлению это эго. Это та сила, которая создает иллюзию разделения на субъект и объект и скрывает подлинное единство всей природы. Современная философия нью-эйдж включающая в себя синтетические психотерапевтические методики это не более чем эволюция психологии хиппи. Интеграция в психологию понятий методик заимствованных из буддизма ведет к формированию религиозного либо что еще хуже магического сознания что противоположно буддийскому мировоззрению. Если бы это смешение буддизма и психологии не были бы только бесполезны я бы пожалуй не стал останавливаться на этом явлении и упоминать его. Но закончу опять же словами Намкая Норбу Римпоче психотерапия относительно новое изобретение человечества. В наши дни существуют сотни различных видов терапии и повсюду прорастают новые ростки. Как мне представляется каждый день несколько видов терапии отмирает. Если мы позволим учениям развиваться таким же образом смешивая и изменяя их каждодневно то через сотню лет учения полностью растворятся и человек нигде не найдет подлинную сущность Дхармы. Затем и Дхарма также исчезнет. Вот таким образом я слегка пополемизировал с предыдущими докладами. На этом мой доклад закончен. Спасибо всем большое. !